Физкульт-привет! И якобы, отказ это единственное, что помогает натуралу, именно подчеркиваю натуралу, но это не мои слова, развиваться, расти как в массе, так и силе. Хорошо, друзья, даже если это и так, то следующий комментатор, и он такой не один, просто он больше всех написал, буквально недавно, вы могли это видеть, про то, что он работает 5 по 5 в жиме лежа, доходя до жесткого отказа, это значит позитивного отказа, он не может сделать больше ничего. И работая еще сверх отказа, то есть ему помогают, друзья, сделать позитивную фазу, а в негативе он опускает медленно. Есть такая техника. Ну что, давайте поговорим об этой глупости, которую люди сами демонстрируют. Я даже стараюсь не отвечать на такое, потому что многие мои подписчики сами уже на такой дебилизм отвечают. Почему это глупость и дебилизм? Во-первых, это говорит о том, что человек в принципе вообще никогда не тренировался. А если он и тренировался подобным образом, то он просто себя обманывает. Не будем выражаться по-другому матом. Так вот, друзья, еще Арнольд Шварценеггер, а потом Дориан Ядс говорили, что если вы сделали подход до отказа. А давайте здесь я сделаю маленькую ремарочку и напомню тем, кто не смотрел, возможно, мои видео и не читал статьи про три вида отказа работы. До отказа, в отказ и за отказ. Быстренько, да, чтобы просто все понимали, кто что, про что говорит. Так вот, когда мы говорим работать до отказа, это нормально. Это значит, что мы с вами сделали, к примеру, 10 повторений. Чувствуем, что 11 повторение будет нам не пассивное. И мы останавливаемся. Я вот за такую работу. Это значит до отказа. В отказ, это когда мы сделали эти 10 повторений. Чувствуем, что 11-е нас задавит, но все равно делаем его в надежде преодолеть. Но нас задавливает. Это работа в отказ. За отказ, это когда нас уже задавило. Нам еще помогает партнер доделать позитивную фазу движения. И негативную мы делаем сами. Вот, друзья, о чем говорил Шварц и Дориан. Что даже если мы работаем с вами до отказа, то есть, когда следующее повторение мы уже не сможем сделать, но нас еще не задавило. То если мы через 2 минуты способны сделать с тем же весом то же количество повторений, то мы себя просто обманывали в том подходе, который думали, что поработали до отказа. Понимаете, о чем речь? Речь о том, что ни один нормальный человек, ну, возможно, кроме Шредера, не способен пожать, к примеру, 150 килограмм на 6 раз. Прям до отказа, еле-еле сделав 6-е повторение. Не делая 7-е повторение, потому что оно 100% задавило бы его на позитивной фазе. Поэтому и называется позитивный отказ. И если вы, не отдохнув даже 10 минут, а многие из нас и отдохнув 10-15 минут, не смогут повторить подобное. Но если вы через минуту-две уже способны сделать еще один подход. А как говорит наш герой в комментариях, он делает 5 таких подходов. 5 по 5. Понимаете? Если есть дети, закройте им уши. Это пиздобок. Это не тролль, это не хейтер. Я даже не знаю, к кому отнести такую категорию людей, которые везде в комментариях пишут, что они и тянут, и приседают, и жмут. Причем и грудные у них растут от жима лежа. Но никто никогда не видел ни грудных, ни ног, ни спины, ни бицепсов. Вообще этих людей никто никогда не видел. Обычно у них какие-то мультяшные киногерои на аватарках или симпатичные девочки. Поэтому, друзья, вот на такие комментарии я не отвечаю. Потому что это очевидно. Очевидная тупость, глупость и то, что человек никогда не тренировался. А если тренировался, то, повторяю, он сам себя обманывал, что он тренируется. На самом деле система 5 по 5 неправильно воспринята почему-то на всем постсоветском пространстве. Невозможно, друзья, если вы хотите, к примеру, работать до отказа, а тем более в отказ, в приседах, в жиме лежа, в становой тяге, а вы знаете, в приседах и в становой тяге только дурак начнет работать в отказ. До отказа еще ладно, но в отказ, из-за предела отказа, это прямой путь в инвалидное кресло. Ни один здравомыслящий человек не будет этого делать, и тем более ни один грамотный тренер, инструктор вам не посоветует такое. Работа 5 по 5, так как описал комментатор, заняла бы у вас только 2 часа работы вот именно в этом упражнении, в жиме лежа, к примеру. И то не получалось бы у вас работать с одним и тем же весом в 5 подходах, делая каждое повторение, каждый подход по максимуму. Ну просто это невозможно. Особенно для натурального атлета. Вы не то что убьете свою гормоналку, вы просто как помните в том примере, который я когда-то... Извините, звонок отвлек. Так вот, про лошадь. Пример. Это лучший показатель и пример того, что работать в отказ не нужно. Потому что любой знает, если вы будете на лошади гнать, гнать, гнать до упора, до отказа, то вы лошадь загоните, она просто сдохнет. Это факт. Именно поэтому всегда раньше, когда не было автомобиля, не было другого транспорта... Опять сбили меня, извините. Так вот, если вы не будете давать лошади отдых, если вы ее будете до отказа гнать, она сдохнет. То же самое произойдет и с вами. Точнее, с центральной нервной системой, в первую очередь. Потом полетит эндогринная система. Потом полетит все остальное. Иммунная система. Именно поэтому приверженцы такого стиля тренинга, а я сам раньше тренировался по Дориану Ятсу где-то на протяжении шести лет. Это, не скажу, что было непродуктивно, но это было очень и очень сложно. Мне приходилось отдыхать между каждой тренировкой два-три дня. Мне приходилось только постоянно спать. Благо на тот момент у меня была такая работа, что я вставал не рано, не утруждал себя ничем на работе, мог хорошо и правильно питаться. И то, я постоянно болел. И Дориан Ятс в конце своей карьеры признал, что если бы он тренировался немножечко по-другому, по тем же принципам, но делал, к примеру, не шесть-семь повторений, как он делал, а делал бы чуть более меньший вес, но работал на восемь-двенадцать повторений, он бы избежал многих травм, которые, в принципе, его и остановили, которые выбили его из соревновательного бодибилдинга, и, в принципе, он завязал с бодибилдингом окончательно, к сожалению. А возьмем пример того же Рони Коллимана, который придерживался похожих принципов, но, в отличие от Дориана, Рони уже использовал периодизацию. Работая, к примеру, на одну и ту же мышечную группу, для примера, на спину сегодня, если он делал огромные веса на шесть-семь повторений, то следующая тренировка была на двенадцать-пятнадцать повторений до отказа, но никогда он не залазил в отказ. Рони Коллиман был ярый противник отказа. Вот то, что мы не понимаем с вами, не понимали раньше, и этого не давалось, приходится доходить до этого самостоятельно, именно когда я говорю про отказ. Потому что до сих пор спросите, к примеру, своего тренера, что такое работать до отказа, в отказ и за отказ. Да многие просто, большинство, не смогут ответить. И откуда нам, простым людям, которые просто посещают тренажерные залы, а этому в институтах не учат? Этому не учат на курсах инструкторов. На курсах инструкторов учат, друзья, я вам скажу, у меня, я открывал уже больше семи залов и в России, и в Америке. На курсах инструкторов учат, в первую очередь, грамотно подсаживать посетителей на иглу постоянной проплаты персональных тренировок. Именно персональный тренинг приносит основной доход, основной заработок фитнес-клубам. Потому что зачастую абонемент стоит не очень дорого. Но персональный тренинг приносит огромное бабло. И поэтому нам с вами льется в уши дерьмо, которое постоянно пропагандирует, что всем нужно тренироваться индивидуально. Что эндоморфу нужно тренироваться так, эндоморфу так, мезоморфу вообще по-другому. Такое ощущение, как будто мы с вами с разных планет. Нет, друзья, я не раз уже это говорил. Питаться нужно по-разному. А принципы тренинга, физиология тренинга, биохимия тренинга действуют на всех одинаково. Иначе не было бы ни медицины, ни других наук, связанных с человеком. Каждому человеку приходилось бы заканчивать и учиться в институте, который только для него одного индивидуального, такого эксклюзивного создан. Но мы с вами, друзья, как бы это ни печально, ни индивидуальны. Мы все с вами одинаковые. Я больше скажу, весь космос известный нам одинаковый. Мы состоим из одних и тех же элементов. Какой в космосе главный элемент, такой и у человека главный элемент. Нету индивидуальности. Но вам будут говорить всегда противоположные вещи. Меня часто критикуют, что я не даю никаких ссылок на исследования. Друзья, если вам нужны какие-то ссылки на исследования, то вы ошиблись каналом. Идите на канал к ботанику в очках, который больше и тяжелее бутылки пива не поднимает. Но при этом говорит, что высажки не нужны. При этом говорит, что гиперэкстензии опасны для позвоночника. Ну, елись полные. И наверняка он вам предоставит исследования. Нет нормальных исследований в этой области. Потому что, в принципе, это никому не интересно. Все, что интересно, все, что с точки зрения бизнеса в современном мире приносит деньги, проплачивается. И исследования, вы сами это видите, в начале года могут говорить одно. А если выгодно и появляется новый продукт, будут говорить другое. Причем одни и те же исследователи. Зачем мне давать вам ссылки на исследования, которые 99% из вас вообще даже не заглянут в эти ссылки. Но ссылки, якобы, с очками и с халатиком, дают преимущество с точки зрения психологии. Потому что мы с вами думаем, что человек, значит, понимает, о чем говорит. Но, повторяюсь, друзья, нет исследований, которые что-то вам скажут. О чем мы говорим? До сих пор медицина, наука не знает, как растут мышцы. Все это теория, друзья. Почему? Да потому что с финансовой точки зрения пока это никому не интересно. Куча примеров исследований, которые противоречат друг другу. И которые созданы и проводились в одних и тех же институтах. Больше вам скажу, одной и той же группой людей. Все проплачивается. И дается, естественно, то, что нужно. То, что даю я вам, это практика. Ваше право воспользоваться этими советами или не воспользоваться, пройти мимо. Не нужно писать мне, что я тупой. Я и сам знаю, что я тупой, друзья. Реально. Я очень глуп по сравнению с некоторыми людьми. Мне еще учиться и учиться. Понимая это и осознавая, уже когда мне было далеко за 20, я пошел в институт, на факультет физической культуры и спорта. Именно потому, что я понимаю, что я глуп. Мне приходится постоянно изучать пройденный материал. Учить новый. Мне это интересно. Часто забываемо. Потому что то, что мы постоянно не используем, мозг у многих откладывает на дальние полочки. И потом сложно достать оттуда эти книжки. Поэтому, друзья, я вам всегда и говорю, что практика самое главное. Никакая теория, вонючая, мертвая, гниющая теория без практики. Только практика может что-то показать и подтвердить. И поэтому не нужно мне писать, что я не даю ссылки. Хотите ссылки? Заходите на другие каналы. Если вас интересует какая-то информация, друзья, зачем вам ссылки? Вы можете найти что угодно сейчас в поисковике, через поисковик. Любую информацию. Изучить ее, пропустить через себя и понять, что есть на самом деле, пропустив уже через себя не только теоретически, но и практически. Это самый главный и важный путь в жизни любого человека. Но я чувствую на себе ответственность, поэтому я даю рекомендации и советы. В принципе, процентов 90 людей, которые ими воспользовались, благодарны мне, что вы видите, пишут в комментариях. И вы видите, я специально не удаляю комментарии гневные, которые не согласны со мной. Потому что, в принципе, мне не важно, согласие или несогласие. Ваше или чье-либо еще. Если я практикой своей, своих учеников и тех, кто прислушался к моим советам, доказали, что это работает. Если мы знаем, что быцажки работают, какая мне разница, что там сказал очкарик. Если мы знаем, что поднятие инсулина сразу в конце тренинга, это делают химики с помощью инъекции, а мы сами это делаем с помощью быстрых углеводов сахара или бананов, съеденных сразу по окончании последнего повторения, последнего подхода в последнем упражнении, то какая разница? А люди, многие, настолько тупые, один раз услышали, что фруктоза отличается от глюкозы, когда поступает в организм и откладывается по-другому. Пишут мне подобные вещи. Но сами в своей тупости, в своем нежелании изучать материал глубоко, не понимают, что когда все гликогенные депо истощены, организму не важно, глюкоза это или фруктоза, будет идти по тому пути, который нужен нам с вами. И если инсулин работает, если инсулин именно дает такую монструозность людям, которых вы видите сейчас на сцене Олимпии, Арнольд Классик, американского, то как можно теоретически вообще пытаться провернуть этот факт? Понимаете, это смешно. Я понимаю, многие из вас спросят, а как тогда правильно тренироваться по системе 5 по 5? Друзья, самый простой способ. Это следующим образом поступать. Если вы хотите опробовать на себе систему 5 по 5, чтобы было просто, к примеру, вы хотите, чтобы ваш жим лежа ушел за 100 килограмм. И сейчас вы остановились на 100 килограммах. Как будет выглядеть схема? Схема будет выглядеть следующим образом. Три разминочных подхода, подводящих, о которых я говорил. Разминочных. Что это значит? Значит, это значит, вы берете 50% веса от веса рабочего дня. Мы с вами сказали, что это 100 килограмм. Значит, это 50 килограмм. И делаем 5 повторений. Затем мы с вами берем 75% от рабочего веса дня. В нашем случае это 75 килограмм. Делаем 3 повторения. И последний, заключительный разминочный подход на одно повторение. Это 90% от рабочего веса дня. В нашем случае, как вы уже поняли, это 90 килограмм. Затем выставляется 100 килограмм. И вы работаете в двух подходах до отказа. Что это значит? Это значит, что как только вы почувствовали, что следующее повторение будет отказным в позитивной фазе. То есть вы не сможете его сами выполнить. Вы останавливаетесь. Даже если мы работаем по системе 5 по 5, то если вы сделали 4 повторения во втором рабочем подходе и чувствуете, что на пятом вас задавит, вы, друзья, останавливаетесь. Как расти в этом, как прогрессировать в этой схеме? Очень просто. Как только вы делаете уже с запасом 5 по 5 в двух рабочих подходах со 100 килограммами, вы ставите на штангу максимум 105 килограмм уже в рабочих подходах. У вас, скорее всего, опустятся повторения до трех-четырех. И тренируетесь так, пока не дойдете снова до 5 повторений в двух рабочих подходах. Но не в отказ, а до отказа. То есть, когда шестое повторение будет вам непосильным. Именно такой способ работы будет развивать вашу силу, не будет убивать вашу эндокринную систему, потому что центральная нервная система более-менее будет справляться при грамотном подходе к режиму дня, к восстановлению, к питанию, к отдыху. Потому что тот же Дориан Яц говорил, что вы должны строить свои тренировки, исходя из ваших возможностей. Как вы спите, как вы питаетесь, чем вы питаетесь, а не наоборот. Вот тогда будет успех, тогда будет все идти только для здоровья и будете развиваться. Не будете биться, как баран головой о стену. Если же вы приверженцы того, что вы можете сделать 5 подходов с одним и тем же весом, в отказ, друзья, поздравляю вас. Вы инопланетянин, вы с другой планеты. И нам, простым смертным, нужно равняться на вас, как на богов. Ну что, друзья, думаю, вам было интересно, надеюсь, вам было интересно. Обязательно поделитесь этим роликом в своих соцсетях. Не забывайте вступать в мою закрытую группу, где по достижению определенных силовых показателей мы работаем по принципу периодизации, основанному на различном типе мышечного волокна. И если хотите вообще понимать то, для чего мы с вами тренируемся, как грамотно тренироваться, особенно если вы инструктор, взяли на себя смелость, ответственность тренировать людей, вы просто обязаны приобрести две мои книги для женского тренинга и для мужского. В каждой книге вы найдете больше, чем на два года советов по питанию, по грамотному построению тренировочного процесса и достижению этих самых силовых тестов, о которых говорилось ранее, неоднократно. Не забывайте, репост и лайк – это лучшая благодарность мне и каналу. Всем пока, увидимся, как всегда, в тренажерном зале.